Борис и побеждая! Именно под таким девизом в Оренбурге прошел 11-й всероссийский турнир по вольной и греко-римской борьбе на призы губернатора Оренбургской области. Подобные соревнования – хорошая возможность получить очередное спортивное звание. Тему продолжит Александр Смолей. Они приехали сюда бороться за победу в прямом и переносном смысле. 180 кандидатов в мастера спорта, 80 мастеров спорта России, 2 мастера спорта международного класса. Столь высокие звания говорят сами за себя. Выиграть здесь непросто. Настраивает вот эти ребят, девчат. Ну, характер побеждает, не только силы, побеждает голова и характер. Соревнования обслуживали 6 судей международной категории во главе с заслуженными тренерами страны. Право открыть турнир предоставлено мастеру спорта из Акбулака Рустаму Гирейханову. И есть за что. Летом оренбуржец стал серебряным призером на международном турнире «Фила» в Италии. Греко-римской и вольной борьбой в Оренбургской области занимаются более 10 тысяч человек. В честь региона защищали 186 спортсменов из различных городов и сел. Новосергиевский район. Влад Кормушин. Трехкратный победитель первенства России. И вот сегодня опять женский вид спорта стал девушка Луиза Сулейманова. И в данной ночи боксара стала чемпионкой первенства России. Это о чем-то, наверное, говорит. Луизе 15 лет. Последние пять из которых девушку тренирует собственный отец. Именно он привел ее в этот совсем не женский вид спорта. Начала заниматься сначала для интереса, а потом папа решил взять меня на соревнования. Первенство России Луиза вспоминает с радостью. Неудивительно, ведь именно на этих соревнованиях девушка стала чемпионкой. Финал уже сильнейший. Я боролась с Московской области с девчонкой. Два периода отборолись. Я ее выиграла. Эта победа позволила Луизе попасть в сборную страны и поехать на первенство Европы в Швецию. Правда, там она проиграла японке. В планах у девушки снова стать чемпионкой России. Амит Джавадов из Сургута не привык проигрывать. Первый же выход на Оренбургский ковер принес ему победу. Девять лет, отданных вольной борьбе, не прошли даром. На первенстве России Амит трижды становился серебряным призером. Должен был покорять Европу, но из-за травмы на соревнования не попал. У нас рейки на ковле. Подбивают, чтобы ковер не расходился. И об рейку колено ударился во время тренировок. За три дня соревнований было разыграно 20 комплектов медалей. Среди мужчин и женщин и 32 среди юношей и девушек.